Танислав Саламович, добрый день! Ну, что любой час, любой день для подготовки в такой короткий промежуток важен. Поэтому мы решили вот так сделать. Ну, команда еще не полный состав, потому что нету Петрова, Сорокина и Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули и отдохнувшими прилетели. Вечером будет собрание. Ну, так вроде настроение у всех хорошее. Какие вообще ощущения с точки зрения того, что не собиралась команда 9 месяцев? Действительно соскучились сильно футболисты или вот как это, можно сказать, отражалось? Ощущения, как будто и не расставались. Как будет построена подготовка уже к первой игре в Сербии? Потому что до самой игры всего лишь три дня. Вот как вы будете использовать эти вот несколько дней? Ну, сегодня мы, как я уже сказал, соберемся. Цели наметим не только на эти игры, но на вообще вот этот цикл зимы. Обозначим пункты, на которые надо будет нам обращать внимание. Потом мы это в интервью где-нибудь расскажем, о чем была речь. Ну и тот случай, когда надо не просто быть хорошим тому или моему игроку, а надо быть вот в данный момент хорошим. Поэтому мы внимательно будем сейчас изучать их состояние, от этого исходить. В сборной Сиаби, как отмечают многие журналисты, вот пишут у них вопросы, впечатляют даже не фамилии игроков, а представительства клубов, за которые они играют. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, понятно, фамилии и клубы звучные, но есть третьего числа игра, к которому надо подготовиться и в день и в час надо быть готовым. У нас уже, понятно, есть опыт игры и со звучными командами, и со звучными именами. Поэтому на это мы и тогда не обращали внимания. И сейчас не обращаем внимания в том смысле, что надо бояться. Надо свою работу делать и все. В команде нет несколько травмированных игроков. Ну, все тоже хорошо их знают имена. Это Баринов, Миранчук, Черышев, вчера Головин, чуть раньше Луценко. Насколько вы оказались готовы к этой ситуации, ваш тренерский штаб? Ну, это не первый случай. Поэтому вот я и вчера в интервью у Черданцева сказал, и сейчас могу всем повторить. Все-таки специфика работы такая, чтобы все понимали, что мы объявляем состав и потом после последнего тура объявляем те, кто доедет, если что. Чтобы мы не после каждого тура объявляли, кто травмированный, кто кого поменяет, а уже один раз объявили состав и один раз конечный, кто в конце концов будет. Чтобы не было у нас каждый раз, после каждой травмы уже кто-то должен приехать или дозаявлять, или еще что-то. Так, я думаю, правильно. А вот что касается процедуры замены игроков, может быть, есть смысл, условно говоря, несколько футболистов в расширенный какой-то список включать, чтобы для них это было не спонтанное решение, чтобы они понимали, что могут быть вызваны? Ну, во-первых, если брать нынешнюю ситуацию, и Соболева, и Фомина мы заранее предупредили, они знали об этом. Ну, здесь вы правы, это вот тот же вопрос мы сегодня на собрании поднимем, потому что это все-таки касается игроков, их внутреннего состояния. И посмотрим, как нам будет комфортнее, и самое главное, правильно в этом плане действовать. Еще один вопрос. Вот СМИ в команде сейчас четыре нападающих, причем достаточно габаритных. Вообще, возможно ли теоретически выход двух из них в стартовом составе? Возможно, всегда все, или в начале, с первых минут, или игра подскажет. Другое дело, что, как мы уже сказали, что мы давно друг друга не видели, и постарались по возможности, благо РФС в этом плане идет нам навстречу, вызвать и опять пообщаться, во-первых, раз. Во-вторых, подсказать им, на какие вещи надо обращать внимание. Ну и не забывайте, что и у Смолова была болячка, он предыдущую игру пропустил. Вот он вчера подтвердил свою готовность, потому что, ну, ситуация, она разная бывает. Поэтому мы, исходя из всех составляющих, делаем свои выводы. Вы уже прокомментировали все, что связано было с историей Соболева, Медзюба, и как бы все понятно, оба игрока сейчас на базе. Вопрос такой тоже от журналистов. Насколько вот такие ситуации вообще отвлекают или вмешиваются в процесс подготовки, вот для вас, как для главного тренера? Абсолютно не отвлекают, если все делать вовремя. Если бы мы это делали сегодня, то тогда бы отвлекало. А это было сделано до сборов, и сейчас ситуация прозрачная, и никаких проблем у нас нет. И последний вопрос, связанный с медициной. Из тех, кто сейчас здесь все ли здоровые, готовые, какие-то есть у кого-то, может быть, там, болячки или повреждения? Ну, на сегодняшний день все тренировались, понятно, после игры бывают какие-то маленькие болячки, ну и самое главное, надо день дождаться, потому что иногда что-то вылезает через день. А так все в хорошем настроении, все готовятся.